всем привет несколько слов хочу сказать про отопление значит так как буду заниматься этим вот поэтому ну я прежде чем чем-то начать что-то начать делать всегда почитаю отзывы о том или ином как это все делается я буду вообще заниматься впервые поэтому собираю как говорится все до кучи ну а потом уже начинаю куда произвели работу поэтому возможно для кого-то облегчу а возможно кто-то меня поправит так как youtube насколько мы знаем это не только то куда мы можем выкладывать информацию это то откуда мы также можем ее черпать по поводу политики кто-то там задавал вопросы то на канала сам все там ну все значит расскажу сначала как все это лежат уже армированные трубы стеклового окна они есть и алюминиевые есть вот на стекловом окне но алюминиевая нужно зачищать специальная зачистка поэтому я ее не нашел вообще нигде поэтому не брал дыры я сверлил вот этим вот сверлом вот такое кстати 700 700 ватт дрелька потянуло паять я буду вот этим чемоданом резать буду вот этими ножницами кстати отстой потому что вообще никогда ровно под ровным углом не отрезает дырки я просверлил сервое покупал стоит она 10 баксов 25 под двадцатую трубу мы как бы отопление рекомендуют 25 и найти но у меня по системе тихельмана это когда в той комнаты у нас первый радиатор будет там пойдет 2 3 получается что откатывает радиатор 1 а по обратке сюда к нему будут подходить турбан получается будут последним а первый будет в той комнате которая значит радиатора у меня предложили по кубатуре дом небольшой маленький значит два радиатора по десять ребер но они там рассчитали сразу значит на эту комнату то есть дин одно ребро получается на 2 кубометра так не рассчитаны эту комнату то есть вот на и хватает тут три спокойные на три с половиной комната ну и на 2 остальные комнаты там получается один радиатор разобрали напополам ну как бы как бы должно хватить значит гнуть будут особенно много таких вот затормаживающих повороты делать не буду но и важно не перегревать потому что вот если посмотреть туда это не я делал конечно в общем она плавится и заправляет проход в этом если паяльником перегреваете там надо 7 или 6 секунд вот сразу мне подогнали вот эти краны я уже тут пособирал все вот такие наборы тоже подогнали подогнали дорого на рынке я нашел них дешевле а мне их привезли вместе с этими батареями по 5 долларов а на рынке их нашел эти наборы вообще сейчас скажу по два с половиной на половину дешевле вот подключать буду батареи диагонально то есть один там один там возможно подключить его снизу то есть вот оттуда вы туда два крана но тогда прогрев радиатора в верхней части его ну самый лучший короче при верхних при параллельных самый со всех лучший лучшее подключение это подключение диагонали то есть здесь вход внизу выход так ну насчет трубы я говорю я думаю кто-нибудь комментариях отпишется насколько критично я попал либо это вполне допустимое значит на отопление выделил два дня два дня первый день я вот там тут просверлил в общем сверлом нарвался с той стороны дранка нарвался и все руб пришел крындец то есть как его заточить сажала вот этот вот режущий а он должен быть на уровне вот этого то есть теперь и ниже и все идет не так как надо кстати 700 ватная дрелька тянула еле-еле правда дымела вся но тянула смоленское выдержал кто-нибудь будет пробовать 25 сверло 700 ватная дрелька и сразу говорю сгорит дым пойдет и все так радиаторы алюминиевые там еще есть как-то они там с металлом то есть металлическая труба идет внутри сам алюминий не брал потому что расширение у них разное значит этот кран регулируем подачу радиатор хотя в такой системе когда то есть есть тупиковая это когда вот мы берем от первого радиатора ведем ведем там у нас последний кольцу им и назад пошла обратка вот при такой системе вот эти краны важно при системе вот как по тихий лиману или то я не знаю может не правильно говорю тут как бы как я уже сказал от котла первый но по обратке он последний а тот по поэтому как бы эти краны не ну как бы не обязательно читал отзывы пишут что надо было брать полипропиленовые краны потому как у этих слишком заложено отверстие получается вот ну я думаю что люди ставят работает на второй кран нужно там ставится но это регулировать тут же в этом наборе это для стравки так понимаю стравить воздух заглушка крепление для радиатора дрелью сверлил круче убрал это у меня там пойдем сходим так вот там вот ключик у меня вот это получается последний здесь пять рубер ну комнатка здесь получается два метра на три с половиной то есть у маленькой такая вот но это я значит попропиливал дыры здесь бензопилой пилил забрызывал маслом там все уже владеешь ну тут подклеивать но эти вот так вот брал сжимал и с помощью куртил но очень удобно получалось ну сюда ставил уровень лазерный отбивал ровно тут так ну принципе все что все что знал все сказал значит кто-то там не когда-то про это дом просто не было успеху поэтому зимой его не просто остановили ремонт и никто ничего не делал а так система отопления вот я вот у меня день ушел на то чтобы посверлить все дыры да и повесить радиатор и собрать их вот как они есть но это еще впереди котел вешать еще и другая история но мне сейчас нужно вот я прогнал повесил радиаторы и вот до той дыры это там уже будут выход в котельную и выход там и умывальники поедут там все это дело вот такой дыры вот я сегодня планирую сейчас 12 по 1 уже до вечера я все попаяю здесь мы выведу все но так принципе все что хотел сказать на сегодня значит сегодня заканчиваю ну еще потом видео буду снимать по отоплению это когда буду подключать котел это будет наверно там ближе к осени потому что пока он не нужен здесь еще по ремонту здесь принципе все закончено интересно такая штука вышла значит вот видите потолок до лампочки нету значит вот как здесь здесь есть да то есть здесь были сделан чертеж в каком месте нужно просверлить с покажу точно так же как и здесь ты сняты размеры в каком месте просверлить дыру и здесь тоже здесь получилось так что размеры сняли а чертеж кто-то вместе с мусором выбросил и теперь в каком месте здесь найти провод тоже не знаю может есть такие приборы ты там проводку прозванивать наверно где-то придется искать его через стену они где-то как ты вот это дело но она неактивная получается включая здесь нет надо будет перемкнуть включить что-то здесь вот такие она принципе все что хотел сказать может что не договорил если кто может помочь советом каким-то всегда пожалуйста может в принципе уже я и сегодня закончу так что переделать я вряд ли уже потом буду но если серьезно серьезно так на косячу да пишите в комментариях в общем будем будем расковыривать все вот ну все всем пока удачи